Ситуация не вышла на уровень чрезвычайный. Тем не менее, для тысяч жителей области эти каникулы были не такими уж и праздничными. Кто испортил обычным гражданам новогодние дни и какие случаи попали в криминальные хроники, всю информацию собрал и обобщил. Евгений Шоев. Праздничные дни пролетели как один. Для всех, кроме 8 тысяч жителей региона. Именно столько людей обратились в полицию за каникулы. Традиционно первыми испортить Новый год вызвались квартирные воры. Всего за 10 дней 94 семьи недосчитались в своих домах, денег и бытовой техники. Кражи кражами, но во многих квартирах и подъездах региона в эти выходные происходили другие, гораздо более громкие события. В массах эти события известны как бытовые преступления. Именно они являются венцом полицейской статистики. Кухонные боксеры потеснили своими действиями и 19 вооруженных грабителей, и даже трех преступников, которые совершили разбойные нападения. А кто-то за эти длинные каникулы успел не только хорошо отдохнуть, но и как следует потеряться. За 10 дней в Иркутской области нашли 26 без вести пропавших. Причем искали не только в городе, но и заблудившихся в лесу. Не менее опасно было и на дорогах региона. За новогодние каникулы в ДТП погибли 12 человек. Еще 70 получили различные травмы. Стал ли алкоголь причиной таких трагических событий, еще неизвестно. Но одно ясно наверняка. Без градуса на дорогах в праздники не обошлось. За 10 дней полицейскими установлено свыше 500 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом виде. Кроме того, из них 31 водитель. Это тот водитель, который уже ранее был задержан и уже был лишен водительских прав. То есть касаемо этой категории граждан, то их уже ожидает не административная, а уголовная ответственность. 493 уголовных дела возбудили за все минувшие выходные. Более половины из них уже раскрыты по горячим следам. Если сравнивать этот период с 2015, то можно точно сказать одно. Встретили Новый год в регионе относительно спокойно. Еще бы и провести его так же. Евгений Шоев, Михаил Глызин. Новости по будням.